Продолжение следует... Продолжение следует... Как делаются ссылки, как делаются системы, как подключаются модули, как они тестируются. В общем, в этой серии именно это все. И давайте переключаться в Visual Studio и начнем. Друзья, в прошлом видео, вернее в самом конце его, было оговорено, что у нас будет кнопка добавления нового голосования, ввести на новую страницу, на которой мы будем использовать Blazor Component. И, в общем-то, я полагаю, что именно на этой странице будем создавать не только само новое голосование, то есть новую сущность Pool, но и Answers, то есть добавлять к ней, собственно говоря, варианты ответов. И будем сохранять, будет все это попадать в базу данных. Ну и, в общем, для того, чтобы нам начать, нужно, чтобы вот эта ссылка вела на новую страницу. Давайте с этого, собственно говоря, и начнем. Так, остановим приложение, закроем все ненужное, посмотрим, что у нас тут есть. Для начала давайте посмотрим, где у нас должен лежать эта страничка. Папка Pulse, давайте ее создадим. Page F2, Pulse, Enter. Папку мы создали, теперь нужно создать action, так называемый, Create. Ну, Page. Я воспользуюсь старым дедовским способом. ОК, да, хочу, и назову я тебя Create, Упс, Enter. Ну, и вот это вот лишнее я тоже удалю, и даже еще добавлю в ViewData. Или давайте ViewBackMod. Title равно, ну, давайте страница. Создание нового голосования. Вот так вот делаем, вот, и, соответственно, вот здесь в хедере выведем, ну, я-моё, все сразу. В хедере выведем этот ViewDataDictionaryTitle. Ну, вот как-то вот так, да, давайте проверим. А, ну, для начала нам нужно защитить эту страницу методом, в смысле, атрибутом. А вторая, чтобы сюда не авторизованный пользователь не мог попасть. И напишем вот так вот, Autorize attribute. Ну, я думаю, что этого достаточно. А давайте запустим, проверим, что наша страничка открывается, что с роутами мы не промахнулись. Потому что с роутой, на самом деле, это важная штука. И где-то тут у нас наш всем известный адрес, логин, новое голосование. Да, мы попали. Давайте теперь скопируем, нажмем администратор, выход, выход, нажали, ввели адрес, Enter, нет. Видите, передиректорила, ну, опять на ввод пароля. В общем, все работает как нужно. Это хорошо. Так, раз, два, три. Давайте запомним. Все. Отлично. Ну, и теперь, собственно говоря, дело стало за тем, как добавить на страницу компонент, который Blazer, который будет обрабатывать всю эту систему, наверное, механизмов, да, которые будут с фронт-энда, перекидывать данные на бэкэнд и так далее. Ну, давайте я немножко порисую, очень хочется сегодня порисовать. Смотрите, надо говорить о том, что существуют два понятия, в общем-то, фронт-энда и бэкэнд, которые заложены в основу разработки, да, ну, я имею в виду для веба. То есть, если у нас есть какой-то, ну, давайте вот так вот, это у нас кто? Это фронт-энд и есть у нас какой-нибудь бэкэнд. И если говорить про фронт-энд, то обычно это JS, а бэкэнд это так называемый C-шарп, который вы, собственно говоря, все прекрасно знаете. Так вот, в последнее время, то есть, когда появился Blazer, нет, давайте сначала до. До того, когда появился Blazer, нужно было через JS, даже, наверное, сделаем вот таким вот образом, разделим эту штуку еще на две части, вот этот слой JS, вот это вот HTML плюс CSS и все такое. То есть, если говорить про то, что у нас есть так называемая DOM, Document Object Model, который, собственно говоря, в виде какой-то иерархии, допустим, рисует какие-то там теги, и они манипулируются при помощи вот этого Document Object Model. HTML как раз ее рендерит, CSS ее украшает и все такое. А JS мог обратиться, то есть, JS сделал какой-то запрос, какой-то тег, помните, есть такая штука, например, которая называлась jQuery. Вот, и она могла обратиться к какому-то элементу, к какой-то структуре вот этой документальной, да, до модели. И, в общем-то, на JS можно было сделать там XML request, ну, не буду вдаваться в подробности, то есть, можно было обратиться на сервер, послать сообщение, обработать какой-то там API метод, и это возвращалось наверх, опять же в JS, и этот JS уже обновлял там какой-то уже непосредственно конкретный элемент вот этой DOM модели, и у вас там появлялась информация, там successfully, допустим, сохранено. Это как работало раньше, теперь если говорить про, допустим, C-Sharp, давайте я возьму другой цвет, ой, C-Sharp, и в частности, я буду говорить про Blazer, ну, пусть будет красный. Смотрите, теперь вот это вот понятие у нас осталось, оно никуда, собственно говоря, не делось. Вот к этому понятию дописался еще Blazer, ну, вот как-то вот, да, это Blazer. И JS нам нужен только для того, чтобы, ну, я его сейчас использую, чтобы обращаться к такому понятию, как Storage. То есть, это часть документной модели, которая хранит информацию, ну, даже, наверное, не документы, да, наверное, документы. Windows, ну, Windows, в смысле, объект доменной модели, которая может вот в этом браузере хранить информацию о том браузере, в частности, в Storage, Local Storage, он называется, если уж быть до конца честным. В нем хранить какие-то данные, которые хранятся непосредственно в каком-то секретном месте браузера. То есть, если вы закрыли, открыли браузер, у вас этот Storage снова доступен. И только для этого я его использую, этот самый JS, ну, на данном моменте, не знаю, как будет дальше. Собственно, все сводится к тому, что, если нам нужно какому-то объекту через C-Sharp отрисовать какие-то данные, то, по большому счету, мы там пишем binding, вот этот вот собака, bind равно, и вот этот вот binding браузера мы используем. То есть, получается, что C-Sharp напрямую, напрямую прям в дом модели запихивает данные, минуя при этом вообще так называемый JS, да, то есть он нам теоретически не нужен. Дальше. Если нам нужно нажать кнопку, какую-то там ОК или Сабмит, и отправить данные на сервер, то мы, опять же, минуем вот этот слой JS, мы отправляем напрямую в JS, о, в смысле, в C-Sharp, все, всю форму, то есть такое понятие, как валидация, да, например, у вас есть какой-нибудь контрол, внутри там какой-то есть тег, и если вы, допустим, тег, так называемый validation, да, который, если вы не ввели поле, то он подсвечивается, данные для этой формы там обязательные. Так вот, вот эти вот механизмы, они работают на уровне page, ну да, в данном случае это получается ASP.net.core, и page это частный случай, и у него есть HTML, у него есть JS, и вот эта вот валидация срабатывает на уровне unobstruzive validation, так называемый, то есть jQuery валидация. Если говорить про jQuery, это JS, JS у нас в данном случае в C-Sharp, уже не поможет, нужно от него отказываться. Соответственно, каким-то другим образом мне нужно будет придумать валидацию вот этого вот поля, которому будем вводить название, там, длины вот этого самого пола. Так вот, если говорить про, например, Blazer, модель его, да, то он работает, наверное, вот, если так можно сделать, наверное, покажу, ну, давайте вот так вот покажу, пожирнее. Смотрите, у нас, когда появился Blazer, то он вот таким вот образом идет, разделяет бэкэнда в свою сторону, на фронт-энд и бэкэнд, вот таким вот образом каким-то, и еще потом вот так вот, раз, и вот эта штука вылезает сюда, и уходит снова это, то есть C-Sharp, ой, нет, C-Sharp появляется и в этой стороне, то есть jQuery, вот эти вот все фреймворки, React, они нам теоретически не нужны, но даже при их использовании можно это делать. Другими словами, какой смысл использовать два механизма, это как раз касается того, вот, что мне часто спрашивают, как сделать на Blazer, чтобы можно было там валидацию подключить. Да не надо подключать валидацию GS на Blazer, потому что по большому счету смысла нет. Валидацию на введенной форме нужно проводить на Blazer, а не компонентами ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Pages, потому что там используется JavaScript и валидация. И вам для того, чтобы склеить и обновить данные, нужно писать хреновое количество кода, вот я про что хотел сказать. Я в этом примере покажу, как это использовать. Давайте картинки уберем в сторону, вот, и переключимся уже непосредственно в реализацию. Итак, что нам нужно для начала сделать? Нам для начала нужно сделать новый проект, который будет называться, допустим, Blazer Library. И это будет специального вида сборка, в которой будут компоненты, которые мы будем из Blazer поцеплять на наши страницы веб-пейдж и использовать их напрямую C-sharp, прокиливая наверх. Ну, в некоторых случаях, для подключения очень удобных штук, я буду все-таки использовать JavaScript. Но нужно понимать, где и что, в каком месте, и как использовать. Вот я про что хотел сказать. Давайте переключаться и делать. Для начала давайте в Solution добавим новый проект, который имеет специфику свою. Razer Class Library, который, собственно говоря, позволяет делать компоненты Razer, а это значит компоненты Blazer, и подключать их непосредственно к использовательной Core-приложению, ну, какой у нас является непосредственно система голосования. Итак, я здесь, как обычно, веду namespace, колобонга, пулинг, что там, точка, систем, точка, ну, давайте, давайте Blazer какой-нибудь, лип, ну, пусть будет лип, вот так вот. И я нажимаю Сохранить, это будет C Sharp, версии 6, вернее, .NET. И где он появился-то? Вот он, он появился. Здесь уже, на самом деле, есть кое-что, и, может быть, над этим нужно остановиться поподробнее. Смотрите, здесь уже есть тот самый VVV Root, который мы, собственно говоря, у себя используем. Также здесь уже есть импорты, есть пример компонента, и есть вот этот вот example JS Interrupt, который мы, собственно говоря, будем использовать для Interability, то есть для общения с JS из вот самого Blazer. Ну, что, с чего следует начать? Давайте посмотрим, что здесь есть. Здесь есть такая штука, как Show Prompt, для примера. Давайте тогда, для начала, есть у нас компонент, и звучит он, в смысле, и на нем есть вот эта вот информация, My Component, это, собственно, говорит о том, что используется CSS. Ну, не буду сейчас давать подробности. Итак, мы видим, что у нас есть какой-то компонент, давайте попробуем воткнуть его на страницу, которая у нас называется Paul Create. Для этого нужно сделать что? Для этого, как минимум, нужно сделать, чтобы наш Blazer заработал. Чтобы он заработал, нужно подключить вот здесь, ну, вернее, не здесь, давайте сделаем, давайте сделаем очередной definition, я назову его, вот так вот, например, Blazer. Ну, Blazer, наверное, компонент. Вот таким вот образом будет сборка называться, вот так я буду называть Blazer Definition. Собственно говоря, мне нужно всего лишь навсего подключить тот самый, как он называется, сигналар, чтобы он мог общаться, Blazer мог общаться с нашей серверной стороной. Да, у меня получается Blazer серверная часть, а не WebAssembly, и есть в этом свои прелести, потому что можно его подключить к любому проекту, в том числе и существующему, и это на самом деле очень круто. Теоретически мне нужно здесь написать всего лишь один метод, подключить, add Blazer сервер сайт. В общем-то, вот это подключает некоторое количество зависимостей для сигналара, и подключаю, налаживается связь. Дальше мне нужно в файле, который называется Layout, здесь подключить, собственно говоря, сам Blazer, то есть JS-овский вариант его. У меня эта ссылка скопирована. Ну, опять же, смотрите, тут на самом деле есть некоторый нюанс. Когда я подключаю на страницу Layout, которая у меня является стартовой, и вот этот скрипт добавляю в самом начале, то есть у меня Blazer будет загружаться и подключаться на каждой странице, я этого, собственно говоря, делать не хочу. Я буду делать вот этот скрипт, добавлять только на той странице, где мне это нужно. Есть в Wsp.net Core такая штука, как секции, и эта секция называется скрипт, и если я сейчас пойду, то есть когда я пойду в страницу Create, у меня здесь будет доступна секция, которая называется скрипт, вот она. И, соответственно, вот в ней я могу добавить эту ссылку, которая только на этой странице загрузит Blazer. Да, кстати, я, кажется, забыл кое-что подключить. Да, я забыл. Нет, мне, как говорится, прощение. Здесь нужно, помимо того, что я подключил наверху сервис от ServiceBlaze, мне нужно MAP Blazer Hub обязательно сделать, потому что это как раз вот этот хаб с сигналаром подключит. Вот теперь, на самом деле, все как бы готово. На этой странице я буду запускать компонент, то есть добавлять этот компонент, и добавляется он, на самом деле, очень просто, ой, компонент Type of, и мне нужен здесь Type of, как раз вот Component 1. Кажется, он так называется, на самом деле. Да, компонент 1. Так, я вот что-то не вижу, видимо, я ссылку не добавил. Давайте добавим Reference Blazer Lib. Вот, и теперь, да, вот мы увидели этот компонент, теперь он мне доступный, и мне нужно также обязательно добавить рендер моду, ну вот при рендере я буду использовать который, и, в общем-то, будет... Ну, в общем, нужно почитать, как он работает, на самом деле, тут как бы есть описание. Вот, теоретически я сейчас запущу, и у меня практически все должно заработать, я должен увидеть этот рендеренный компонент на странице. Переходим на... Ну, опять вводим логин пароль, здесь почему-то... Ну, я покажу, почему он разбрасывает иногда. Вот, мы увидели Blazer компоненты, как видите, Blazer его отрендерил, все замечательно и чудно, единственное, что я бы еще обратил ваше внимание, что если это вдруг не появится, не получится, то было бы неплохо. В общем-то, вот здесь, Base, Href указать. Так, сейчас, секунду. Base, Href. Ну, то есть, вот такую штуку указать, чтобы рендерилось... рендерилось... А, ну да, конечно, международный стек, нужно закрыть. Вот, если в процессе работы вашего приложения будет какая-то ошибка, и здесь будет, например, запись о том, что невозможно найти Blazer, ну вот в данном случае она есть. А, ну, кстати, наверное, поэтому ее нету. Blazer сервер, давайте спросим, где она? Heder, Blazer, Framework Pulse. Да, она не может его найти. Давайте остановим проект. Остановим проект и заново запустим. То есть, вот, картинку-то я увидел, но Blazer-то на самом деле не запустился. Добавим вот этот Base, Href. Давайте нажмем 12. Где-то тут у нас есть Source. Нет, консоль. F5. Ошибок нет. Здесь F5. Ну, и как видите, где этот Blazer? Ну, в общем-то, он загрузился, ошибок нет. И теперь у меня Blazer будет работать полноценно. А, вру, я еще не зашел на страницу с логином и паролем, что, собственно говоря, а, еще неправильно. Заходим. Ну, и его... А, еще нет, еще вот здесь. А, нет. Это уже что-то другое. Initializer. Так, здесь получается у нас какой-то инициализатор. Ну, ладно, мы посмотрим дальше. На самом деле, Blazer отработал. Я вот что-то его найти не могу. Blazer. Вот он, сервис. Самое главное, что сервер найден и теоретически наш Blazer уже подключен и работает. Ну, посмотрим, что дальше будет. Итак, для начала подключение мы сделали. Теперь нужно начать, наверное, с самого простого. Давайте я накидаю форму, в которую потом будем добавлять интерактив и валидации, в том числе, и, в общем, раздувать ее дальше. Хотя, наверное, нет. Давайте это сделаем в следующем видео, потому что это видео уже достаточно затянулось. Я вам желаю всего хорошего. Пишите правильный код, как обычно, и не забывайте ставить комментарий, подписываться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok